Как принимаются решения, на что делать акценты? Продолж, как вы говорите, мы об этом тоже продумываем. Давайте покажем. Это пока идеи, это не запущенная история массового тиражирования. Такие штуки появятся в парке, видимо. Да, надеемся. Это на открытом воздухе зонтик, плащик, сапожки. Что здорово. Мы продумываем и такое, чтобы было удобно и в погоду пасмурную. Это же в первую неделю всё украдут, это же понятно. Почему украдут? Мы, может быть, будем продавать за символическую ценность? Я говорю, опять же, это проект, который мы сейчас обсуждаем. Либо мы найдём там спонсора, который с удовольствием начнёт это раздавать, и тогда мы найдём партнёрские отношения. Опять нам 4,5 месяца, мы всё, у нас классные достаточно инициативы. Кто принимает решения на сегодняшний момент? Ну, во-первых, мы подвергнутся под ведомственным департаменту культуры рас. Во-вторых, мы к себе в штат, конечно, взяли работников культуры. Вот я в прошлом работник культуры. Я работала и на Первом канале, и последнее, там, до прихода. Сюда возглавляла департамент культуры оргкомитета Сочи-2014. Поэтому, ну, как-то даже... А ты ещё профессионал в области футуристических проектов? Да, ну, нет футуристических проектов, нет. Поэтому, конечно, мы получаем огромное количество заявок, которые нам приходят. Мы соединяем и качество, и количество, и цена. Приходили заявки на кинотеатры? Вы знаете, да, на кинотеатры приходили заявки. Мало того, что мы эти заявки рассматриваем, и за счёт того, чтобы мы проводили эти мероприятия, не за счёт денег бюджетных. Мы рассматриваем партнёров, которые эти кинотеатры будут делать. Да, открытые кинотеатры на воздухе. Сейчас идёт обсуждение. Рано говорится, не принято решение. Но и вот переговоры. Кинотеатры, я же слышала, что вот конкретно в вашем отдельном кинотеатре. Большой кинотеатр, шестом мест. Да, у нас есть этот кинотеатр, и вообще всё, что мы много обсуждаем, было создано ещё до нас. Так уж получилось, что когда парки планировались, они уже были созданы как парки культуры отдыха. И большое количество объектов, танцверанды, ротонды, кинотеатры летние, концертные симфонические эстрады, открытые, закрытые, всё это уже было. В 30-х годах. Да, просто, к сожалению, за этот период, он практически, многие, так сказать, объекты, они просто разрушены. Поэтому восстанавливайте объекты, придавая им современную инфраструктуру. Мы воссоздаём из жизни этих объектов. А что будет показывать в вашем кинотеатре? Вообще, вот наш кинотеатр, у него такой рабочий назвок «экофрендли кинотеатр», то есть ориентированный на природу, то программа будет, это не те фильмы, которые демонстрируются обычно в прокате, это кино, возможно, будет тематическое кино. То есть какие-то фильмы или прям целые серии, да, чтобы человек мог, там, в лишь лежащие районы, жители могли ходить каждый вечер, например, смотреть какой-то целый сериал, да, из нашей истории, из нашей культуры, посвящённый какому-то там интересному событию и так далее. То есть сейчас это пока репертуар ещё не утверждён. Я думаю, это будет старый фильм. Потому что очень много, да, и кто-то не старый. Коммерческие предприятия, билеты продаваться много. Нет, ты знаешь, ну... Вот, извините, Наташа, значит, здесь дело в том, что вообще, вот, на мой взгляд, что нас кардинально отличает от всех западных парков, это наша демократичность, она уже достигнута на 100%. Потому что те цены, даже на те какие-то минимальные услуги, которые мы пытаемся продать, они просто, ну... То есть демократичность, это бесплатность, да, по сути? Это не бесплатность, это цена... Доступность. Доступность, да, которую может себе позволить любой человек, независимый, там, его социального статуса. Спасибо. Спасибо. Спасибо.